Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. В предыдущем ролике, посмотрите, я рассказываю о том, как Дима Билан выступил на дне города в Самаре. И, значит, жители города Самары были очень оскорблены его выступлением, потому что он неадекватно вел себя, делал жесты совершенно неадекватные, хватал там себя за половые органы, танцевал там как стриптизер абсолютно. У него были глаза очень такие, расширенные зрачки, глаза, стеклянный взгляд, он не попадал в фонограмму. То есть, ну там просто до того дошло, что люди начали, значит, писать петицию, подписываться под ней. Адресованы, правда, администрации города Самара, потому что, значит, я в первом ролике сказал, что, в общем-то говоря, не по адресу, потому что администрация Самары организовала концерт, они же не отвечают за Билана, что он там куда идет, и что он там пьет, или что там он там еще делает. Но в целом я согласен с людьми, которые написали о том, что администрация Самары отвечает за то, что они заплатили ему деньги из бюджета, соответственно, деньги людей заплатили ему за этот концерт. Да, и так как люди пришли посмотреть, собственно говоря, то можно говорить о некачественно оказанной услуге, можно сказать, да, если так, если брать уже юриспруденцию или право. Но посмотрели, и действительно жаль, потому что многие стали говорить, что я вспомнил, был момент, когда он отменял концерт один за одним, и поговаривали о кокаиновой зависимости, сегодня также уже нарколог прокомментировал его поведение, сказав, что оно ненормальное, неадекватное, однако степень неадекватности, почему оно такое сложно определить по видео, это нужно сдавать анализы. Ну, я могу сказать, что Дима Билан все-таки с моей точки зрения сделал мужской поступок, он буквально по горячим следам в инстаграме записал извинения, извинился за свое выступление, открыто признал, что выступал в неадекватном состоянии, в алкогольном опьянении. Это, могу сказать, для артиста, в общем-то говоря, довольно сложно признать, что он выступал перед зрителями под градусом. Конечно, если он выступал, например, не под градусом, а под чем-то другим, он, конечно, скажет, что это был алкоголь, безусловно. Он в ролике, извинения, говорит, что он перепил коньяка, в общем-то, и лишканул, давно не пил, ведет здоровый образ жизни, и вот такая реакция была, встретил друзей до концерта, и, в общем-то говоря, все это привело к тому, что он выступал действительно неадекватный, и, в общем-то, не трезвый, а, грубо говоря, если уж, не грубо говоря, а если уж прямо говорить, абсолютно пьяный выступал просто. И он принес извинения горожанам, которые, так сказать, пришли посмотреть в Самаре его концерт, не только кто приезжал на его выступление, значит, на дне города. И, как компенсацию, он сказал, что будет еще один дополнительный концерт, сейчас они с администрацией обговаривают площадку для концерта, где он даст бесплатный концерт, как он сказал, с нормальным мной, построит детскую площадку для детей в городе Самара, и для городской больницы приобретет какой-то аппарат, который необходим для лечения детей. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что, во-первых, конечно, мужской поступок, молодец, потому что извинился, все имеют право на ошибку, все сделал, извинился, кто не перепевал, в принципе, всякое бывает, конечно, в жизни, но публичная личность, конечно, в этом смысле здесь такие вещи надо очень жестко контролировать, с моей точки зрения. Даже если это просто был коньяк, надо понимать все-таки, что надо выходить на сцену, и если организм не крепкий, если это был, как пишут, кокаиньяк, кокаиньяк, то тогда нужно тем более контролировать. Молодец, что, конечно, признался, молодец, что сказал по чесноку, что перебухал, грубо говоря, да, коньяка перепил, молодец, что даст людям концерт бесплатный абсолютно, молодец, что детям построят площадку, знаете, как говорится, не было бы счастья, но несчастье помогло, потому что в данном случае, значит, несчастье вроде как, люди получили такой концерт, да, День Горда, запомните, теперь надолго, с этими танцами Димы Билана, однако же дети получат аппарат дорогостоящий, дети получат детскую площадку, значит, люди придут на бесплатный концерт, не просто на выступление в честь Дня Горда, да, где там две-три песни поет каждый артист, а на полноценный концерт Димы Билана бесплатно, мне кажется, это здорово, мужской поступок, тем не менее, еще раз говорю, все-таки такие вещи недопустимы, Минкульт должен все-таки отслеживать это Министерство культуры, и еще хочу сказать, что мне кажется, все-таки вот его продюсер Яна Рудковская, когда все-таки он пришел в себя, хорошо с ним поговорила, и поняли, что это пошло и в блогосферу, это начали трубить все СМИ об этом, люди поднялись и начали писать петиции, и безусловно, конечно, я думаю, что это тоже повлияло, я думаю, что продюсер Яна Рудковская, она акула шоу-бизнеса, я думаю, что она, значит, конечно, с ним поговорила и сказала, что нужно записать срочные извинения, с этого начать и дать бесплатный концерт, я думаю, что какой-то элемент расчета здесь все равно тоже есть, потому что он понимает, что если, грубо говоря, замолчать эту ситуацию, это может вылиться в очень нехорошие вещи для него, а извиниться, дать концерт и построить площадку, что-то, это, в общем-то, ситуацию загладит, поэтому я думаю, что, конечно, он делает это для людей, это здорово, но он это делает еще и для себя, чтобы каким-то образом не навредить себе вот этой вот ситуации, думаю, что еще и посоветовавшись, еще раз говорю, со своим продюсером Яной Рудковской, поэтому могу сказать, что, как ее зовут, по-настоящему Алла Рудковская, поэтому могу сказать, что вроде все здорово, но осадочек, как говорится, остался, но так в целом молодец, вопросов нет, с кем не бывает, здорово, что жители Самары смогут насладиться целиком концертом Билана, и здорово, что он сам сказал, что я хочу с вами встретиться глаза в глаза и извиниться, так сказать, за свое поведение. Мужик, что говорить, мужик, а там главное дальше, чтобы такого не было, вот и все, мое мнение такое. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал, ребят, всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok